Учёные и абитуриенты пока могут спать спокойно. Миноборнауки России прокомментировал информацию о грядущем сокращении бюджетных мест в вузах, в высших учебных заведениях и увольнении специалистов. Глава Департамента информационной политики ведомства Анна Усачёва сообщила, что число обучавшихся за счёт государства гарантировано федеральным законом и не может уменьшиться. Во всяком случае, пока действует закон. Также Усачёва проверил информацию о готовящемся сокращении числа учёных и научных работников. Напротив, их в стране стало больше впервые за 25 лет. И теперь ведомства планируют увеличить финансирование науки, чтобы мозги прирастали на местах, а не утекали за рубеж, как это происходит сегодня. За последние годы зарплаты учёных, по словам Усачёва, уже выросли на 33%. Всего же в научной сфере зарплаты поднялись на 21%. Миноборнауки считает приоритетной задачей увеличение объёма бюджетных средств, выделяемых для финансирования науки и количества сотрудников университетов и научно-исследовательских институтов, занимающих научные ставки. Ещё одно опровержение связано с якобы урезанием финансирования содержания детей в лагерях отдыха. Миноборнауки уверяет, средства будут прирастать, а дети научных работников всё чаще будут получать путёвки. Напомню, ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что 65% россиян не нуждаются в высшем образовании. После этого в СМИ появились сообщения о готовящемся сокращении бюджетных мест в российских вузах и массовом увольнении учёных.